Помилуй мне, бесчестное согрешивание, Господи, прости меня и греши. Молодыка, ты будь руководителем наших занятий. Дух Святой, долуправь нас желаемый пристани, Царствию Божию. И веди нас навеки в Него. Тебе, Господи, слава за все, отецственный Святой Дух. Аминь. Выходите. Потом опять. Помните? Тем более, что это же американцы. Иди сюда. Так, ладно, понятно. Побыстрому рассаживаться, время не тратить. Погода позволяет все время на благовестие пойти. 25 градусов, да? Да, так это и есть. Правильно. Следующий отчет. Почему? Да, праздное слово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Иван Георгий от Матфея, 12 глава, с 36 по 37 стихи. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Толкование. Толкование. Это без осуждения, потому что не служит к пользе и оскорбляет Святого Духа Божия. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Ефесянам 4, 29. Но слово истинно доброе способствует утверждению веры, дает благодать слушающим и не оскорбляет Святого Божия Духа. Хуже чего ничто не может быть. Здесь и нас он устрашает. То есть, что и мы дадим ответ за каждое праздное слово, как то за слово ложное, срамное или неблагопристойное и насмешливое. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя. Ефесянам 15, 6. Слова из уст мудрого, благодать ауста глупого, губят его же. Экклесиаст 10, 12. Можно? Да, конечно. Я вот сейчас замахнусь на великое, конечно, как всегда. Все дрожат от этого. Ну вот, сейчас строится храм, посвященный, говорит, нашей армии, нашим воинам храм строят в Москве. Огромный. На ваши, говорит, пожертвования. И вы туда, говорит, придете в этот храм? Ну там люди, там всякие актеры, там, ну этот храм очень сейчас сильно пропагандируют, чтобы люди давали туда, агитируют, жертвовали деньги. И вы посмотрите туда, зайдете и вот вспомните там этих павших воинов и так далее. А я вот вспоминаю сейчас, есть, был такой подвиг, ну как русских воинов. В 1877 году и в начале 78-го была освобождена Болгария, славяне, братья наши, были освобождены от османского ига. Ну, я немножко напомню вам, вы не чуваетесь историей, ладно? Я сейчас еще кое-что там скажу, вы поймете почему. И туда был направлен 200-тысячный контингент наших войск, 200 тысяч человек там против османов. Османы выставили огромную армию, полмиллиона, эти турки. И битвы там были нешуточные. Помните Шибко? Перевал Шибко. Вот этот перевал охраняли всего лишь 6 тысяч этих воинов русских и болгар. Османов было где-то, ну, 6 раз больше, где-то 30 тысяч их было, больше даже, говорят. И они прямо на этот перевал просто шли. Там не просто какие-то там скальные крючи надо, ничего не надо. Ну, там скалы есть, ну, просто круто и все. И они прямо шли потоком. И вот эти бойцы отбивали двое суток атаки, вот этих 6 тысяч человек. Ну, конечно, почти все были побиты они, потому что это сложно все было. И вот начинается потом наступление уже на плевну, после того, как тут немножко еще пришли там подкрепления на Шибко. Шибко уже стояли. А под плевной никак не могут взять. И тут приезжает император. Тогда императором был Александр Второй. Некоторые смотрят, смотрят, так и думают, зачем это надо. А вот для чего это надо все знать. И этот Александр Второй был очень богобоязненный. И у него как раз перед тем, как наступать на Шибко, день рождения. И решили так. Сначала проводят. Что проводят? Вот у нас что мы проводили? Вот говорят, у нас война была 41-45 год. Вот посвящаем павшим там на этой войне этот храм. Вот там пали они во имя Христа, во имя Бога. Молебен. Правильно. Молебен говорит. Сначала, вот у меня именины, мы проводим молебен к Богу. Там священники, митрополиты, император стоит, там все генералы, там войска все стоят. И молятся Богу, чтобы... Ну, Господь даровал, ну, конечно, там здравия там всем-всем-всем. И помог захватить там этих турков и избавить землю. И потом идут в бой. А раньше ходили как? Не как там вот у нас там ползают, там от воронки к воронке сейчас. Они прям идут в стройными рядами. У них там уже пушки, у них там уже ружья, причем заряжаются не с дула, а с казны. Кому непонятно, эта скорострельность увеличивается в десятки раз. И там друг подружку стреляют, а они идут. И барабанщики, трын-та-ту-ту-ту-тун, трын, и они идут прям в стройный рядах. Это из пушек по ним, они в злоукреплениях турки. И наши косяками. И вот они идут-идут, а там когда остается метров двести, и тогда генерал там Скобелев был, он впереди, на лихом коне, но не на коне, он прям пешком. Шашку выхватывает, братцы, вперед! И они вперед, короче, кидываются на этих турок. И показывают, они как побежали вот так, они же в рассыпную уже, вот с этих квадратов в рассыпную. А под ними трупами все завалено. Завалено труп, почему? Они смыкаются опять, идут, и вот тебя, допустим, бац, убило, и ты упал. Прям по тебе вот так смыкают, тут живет этот суда. И идут, показывают этим противникам, что мы, понимаете, только что помолились. Мы вас сейчас растопчем. И, ну, они не стреляют вообще. То есть он вам помолился к Богу и идет. Сам не стрелял ни разу, его уже пять раз убили, все. И даже во всем этом, вот сейчас мы читаем, за всякое слово. А что такое слово? Слово не то, что ты идешь там и материшь турок. Ах вы поганые! Будете знать, якось собака Кликалинов царь! Помните, как Василий Василий даже соскочил и такой, что? Как вы сможете царя такими погаными словами ругать? Это все поганые слова. А вы думаете, они шли такие, господи, благодарим тебя, что мы сейчас пойдем и воткнем в пузо этому турку штык, да? Да, конечно, не так все было. Совершенно. Это значит, в те годы даже, когда там все были верующие, вплоть до императора, каждый там солдат молились Богу перед тем, как идти атаковать, причащались, причащались еще. И то, мы даже не знаем, если мы помолимся за этих солдат, Бог-то простит им или нет, что они пошли. А кто добежал до турок, они воткнули в пузо штыки-то им. Они победили, турок разгромили в пух и прах. Поубивали там каждый. Они же не просто там стрельнули, они их догоняют в спину ему штыком. Дальше этот шашкой скобили, фиротом пластанул офицера, и там друг дружку напластали. Пирогову потом они все пошли туда. Режьте их там, давайте, спасайте от жизни. Сколько там было у них мыслей, сколько слов они выкрикнули в этот момент. За каждое слово Господь оправдаешься или осудишься. А что мы тут все перебираем, этот 41-45 год? Уже скоро оправдают полностью. И вот у нас, я вам, вот я вам скажу, не пророк, я вам точно скажу. Скоро отечественная война, это будет война католиков против православной России. Даже спорить не буду. Оно уже к этому все подошло. Патриарх уже об этом говорит. Православные наши войны в 45-м году от фашистских захватчиков этих западных, как всегда, как против Тептонов вроде Александр Невский, оборонили нашу страну. Опять все к тому же идет. Ну как будто бы не было вот этих вот за плечами у них погубленных миллионы, не побоюсь, десятки миллионов жизней верующих людей русских. Все забыли, всю историю перековеркали. Детей учить никакой истории нельзя. Никому доверять нельзя из этих учителей наших детей истории. Наши дети, они манкурты уже сейчас. Им история неинтересна. Почему? Это хорошо, это Бог так делает. Он не дает им знать эту историю, потому что она вся поганая, перевернутая. А если настоящую историю знать, мы ни один патриотами сейчас не будем. Мы должны быть патриотами нашего самого дорогого, самого святого, самого белого-прибелого, самого чистого-пречистого Отечества, только на небесах. Все. Здесь все опуганено. Что возьмите американский патриотизм? Там не меньше крови пролили они. По-другому немножко. Ну так же кровь, везде кровь, везде пагубная деятельность человека, чтобы только к себе. Как Игнат Тихонович рассказывал про этих, читал там это, говорит, если Зулусы там, если я у него пришел, жену отобрал, и себе взял ее, жену, а его убил, хорошо. А если пришли ко мне и меня по башке дали, отобрали у меня жену, это плохо. Все, других понятий не было никаких. Какой кошмар нас с вами ждет, скажите мне. Ну, мы хоть еще немножко разбираемся. А наши дети, которые думают, что они что-то знают. Чего они знают-то? Они историю не любят. И кого не спроси, любую цифру, любое место, какое-то действие. Никто ничего не знает. А зачем нам это? И все это началось. И все это началось не сейчас. Все это началось тогда, когда Господь на нашу страну наложил вот эти вот узы проклятия, будем говорить. За то, что мы его покинули. Вернее, к нему и не приходили. Надо было только тогда уже, когда раскололись на старобрячество и неконьянство, надо было тогда уже думать и всем на колени становиться. Тогда уже было понятно, к чему все приведет. А теперь как бы уж не поздно. Локоточек-то не укусишь. Не знаю, кто что понял. Нет, я понял лично. Задавайте вопросы. Все же все знают. Вопросов никто не задает. Ничего нет. А какое гнилое слово? Ну, что вы думаете под гнилыми словами? Давайте. Я вам сейчас замахнулся на всю нашу нацию. На весь мир рассказал. Все опутаны мглой. А наши чады в первую очередь. Потому что они учатся в этих школах поганых. Не побоюсь этого слова. А то математики, физики. Простую историю. Что мы там пережили. Что мы будем, как будем дальше жить. Ничего не смогут. А если ты не знаешь, что было перед тобой, ты никогда не станешь жить благополучно дальше. Никогда. Но для тебя закрыто. Как жить? Ну как? И запомните. Мы сейчас живем в стране непонятно какого строя. Если раньше говорили, феодальный общинный там строй. Феодальный общинный. Там средневековый там строй. Там ранний капитализм. Капитализм. Империализм. Сейчас никто не знает, где мы живем. Вот так дожились до чего. Почему? Бога уничтожили. Бога в себе уничтожили. Посмотрите, Трамп стоит, молится. Он этот, пятидесятник, стоит молится. Там начали эти американки стоят, эти черные. Хор у них. И начинают петь. Это, говорит, они прославляют Христа. Прямо показывают по видео. И они начинают. Вот так вот. С такими мараканами стоят. Вот так вот. Там музыка такая. И он тоже стоит такой, пританцовывает. Что может этот президент? Он что, Богу молится, что ли? О том, к чему призывал сегодня Златоуст или Игнатий Тихонович? Нашего тоже можно президента помянуть. Матфея, 12.38. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали. Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения. Толкование. Хотят видеть знамения с неба. Так как им думалось, что земные знамения производит он силою дьявольскую. Вот так вот оно дома. Все, что ли? Все. Главное, он столько говорит, говорит о словах. Никто вопрос даже, извини. Никто даже вопроса не задал. Господи, а какое гнилое слово-то? А они все знают. Никто вопроса не задает. А мы все знаем. Да все любили. А мы теперь мучаемся. Потому что вопросов-то задавали мало. Вот спросили они его. И то так косвенно. Господи, вот храм-то какой. А какие огромные камни. И Господь тогда им говорит. А вот что я вам скажу. Камня на камне здесь не останется. Они вопрос-то задали косвенный. А он им отвечает такое пророчество, которым мы теперь можем пользоваться для своей жизни. Мы теперь знаем. Ага. Вот построили великолепное здание. Как? Москва. Прекраснейший город. У сестры одной поехал. Ну, ее. Большой город красивый. Ну, им по телефону разговаривают. И я с ним поздоровался. Он говорит. Это такой красивый город. Я в него влюбился. Все. Я даже хочу как бы здесь остаться. А ведь не знают, что этот город-то. Этот третий Рим-то. Он сгорит. И вот эти красивые там здания. Он говорит. Там такие небоскребы. Я, говорит. Еду на машине. Говорит. Специально останавливаюсь. Выхожу. И вот наглядеться не могу. И я поражен. У человека. А он такой парень. Довольно таким. Насчет каких-то своих чувств. Ну, сдержанный. Он говорит. Я поражен. Не могу. Это вот такое красивое. Представляете. Людей. Не верующих. Как это все поражает. А верующих. Верующие. Вообще чувственные. Очень чувственные люди. Ой, как все красиво. Ой. И везде. Наш любимый сердечко Барнаул. Нет. Наш сердечко Барнаул. Я сердечко Барнаул. Что это такое? Люблю. Люблю. А сердечко что такое? Сердечко показано. Сердечко. Любовь. То есть человек другой жизни не знает. Судьба вся посвящается какому-то городу. Вот тебе доигралися. На скрипке. Очень музыку любили. До чего дошли-то? Город. Любимый город. Любимый город везде. Любимый город. Что такое любимый город? Любимый Христос должен быть. Любимая душа. Человеческая. Любимые слова. Библейские. Вот должно быть что любимый. Любимый город. Что в нем любимого? Изнасилование. Убийство. Посреди него пагуба и вражда. Написано. По стенам его вокруг него. Это же все о Барнауле. О Москве. О Рязани. О Нью-Йорке. О Риме. И остальных других всех городах. А то значит лучше. Это что? Это не патриоты? Это что такое? Все города. Все как один. Везде пагубы и коварства. Где нету пагубы и коварства? Потеряю в Киеве. Вот это уже долбанули. Тяжелая артиллерия. Пагубы и коварства нет на небесах. В небесном Иерусалиме, Надежда Васильевна. Да, да, да. Это близко. Это близко. Далеко. Почему? Почему вот, почему мне, вот почему мне, допустим, нравится вот быть на занятиях? Я не очень люблю, вы на богослужение, особенно когда батюшка. Не очень люблю. Почему? Я там все знаю уже, что будет дальше. Ну, кроме того, что вы не знаете, что будет еще читаться чтецами. Какое проповедь. И я всегда предвкушаю, думаю, вот сегодня-то я прочту, думаю, интересно, кто себя узнает или нет. А начинаю читать. И думаю, вот это я читанул, это я про себя же. И прям мне так стыдно становится, что я читаю, стою, а сам я не такой. Вот, думаю, вот это я кого-то хотел уедть, а сам получил это. И это мне нравится, понимаете? Потому что Господь не оставляет своих, кто, ну, жаждет услышать его здесь. И это нравится душе моей, когда я, вот дети сидят и начинают, что там надежда там выскакивает. Вот ты детей там не даешь им надежды на спасение. Вы просто не представляете, я сижу, беседую с ними, и у меня душа на какого-то ребенка откликается, а на какого-то она прям плачет. Я смотрю, и у меня прям слезы льются. Потому что я понимаю, думаю, если я столько уже пережил, столько покаяний было, и все, и Господь милует и милует, а грехи-то они в рай не пускают. Думаю, что же вас дальше ждет? Вы не любите Слово Божие. Я-то Слово Божие люблю. Оно у меня прилипает ко мне, вот к душе моей. Я могу путь какой-то определить, а вы же ничего не знаете. А они такие сидят, а потом вещают. Да ты нам что разговариваешь, а мы и так все знаем. Они все знают, эти души-то детские уже. Они думают, что все знают. А почему? Я вам скажу почему. Это действительно так. Потому что они, они не грешнее, чем я. У них меньше грехов, чем я. Я в их возрасте нагрешил намного больше. Почему? Я не знал даже Бога. Я хотя бы спросили, я Господь Бог, кто первая заповедь. Ну, я не знал Бога. А они уже знают, они молятся Ему. Поэтому им кажется, что они все знают. А они же еще столько на пути стоят того, что будет дальше. А дальше может или пропасть, или Господь подхватит тебя, и не приткнешься камень ногою твоей. Все еще впереди. Не вступили во взрослую жизнь. Ничего не знают. Они как птички божьи. Вот сейчас девчата попугайчика привезли. И этот попугайчик поет там у них в комнате, летает. Заинтересовались все. У меня собаки. Собаки, особенно Карамелька, подойдет и слушает. И тут кошка поняла. Она же ходила все на улицу, там много чирикают. А тут уже зима, и она услышала, и кошка подошла. Тоже сидит. А этот поет попугайчик, ему подсыпают корм, а я думаю, как тебе хорошо попугайчик. Говорю, Лиза, выпусти, пускай полетает. Она, ага, а кошка, а он еще не знает, что впереди ждет-то его. Ой-ой-ой, сколько всего. Ему от отца доставалось, потому что они родились от пары, которая у них в деревне потеряет попугайчиков. И папка, этого сыночка своего, долбит там, долбил. И вот они там гвал как устроят. Он его там, ну ты уже подрост, пошел отсюда из клетки. А куда идти-то одна? Квартирный вопрос, в общем, испортил их, понимаете? И вот этот попугайчик-то, ну так хорошо ему живется. Но он пока живется, говорит, хорошо тому живется, у кого одна нога. А почему? Ну всего, говорит, один ботинок покупать надо, денег половину меньше. Плохо живется нашим юношам и детям, плохо. И самые главные тормоза это родители. Вот как, куда они кинь, родители. Почему? Родители культивируют в них какое-то превосходство над всеми другими. Вот они хорошие у них, их не трогайте, они самые хорошие, самые хорошие. И получается совсем не то, что Господь говорит. Господь говорит, любящего сына наказываю. У нас нету никакого наказания. Они их всех проводят по щадящей системе. И поэтому, ну с ними ничего не сделать. Они поперек себя выше, вот как показывают. Немые. Вот так подносы, так вот нос. Такие и есть. И вспоминайте сразу сказку о короле Дроздобородье. Когда принцесса все поняла. Помните? Ну была принцесса, жила такая очень вздорная и все. И никак ее король не мог замуж отдать. И потом она так ему надоела. Она уже поперек отца, уже грубит, там ножкой на него топает. Да я там, да я все. Как же ты надоела. Мне нужно, чтобы границы у меня с соседями были. Ты выйди, вот гляди, какой хороший там принц. А там такой король, такая с бородкой, такой, ну такой, ну молодой. Ну такой уже и побывавший в боях там. Красавец. Ну там денег у него полно. И с королем с этим дружит, и все. И он говорит, ну выйди за него. Нет, мне этого ничего не надо. Я вот сама все знаю. И начала его. Это, говорит, Дроздобород, Дроздобород. У него, говорит, как у Дрозда вот такая вот здесь. Ну, бородка. Не понравилась ей. Ну и в конечном итоге, вот, говорит, тогда тебе отдам за первого, кто придет к двери. А этот подслушал король. Случайно. Он там рядом где-то был, в соседнем покое. Приехал схвататься. А влюбился в нее. Она красавица, конечно, что там говорить. Принцесса. И он решил, он пошел под нищего-то оделся. А брился там все. Ну там что, защитинился ли. И постучался. Говорит, кто там? Да вот нищий. Вот и ее туда иди. И вот они скитаются. Сам он ее с собой таскает по болотам. Платьишки и задрались. Каблучки и посломались. Он ей сплел лапки там. Одежду там зверя подстрелил. Поджарил мясо там. Где-то что-то хлеба там натер муки. И все. И она, говорю, ничего себе. Мужик-то ничего. Ее кормит, поет. У нас добром. Отец-то ее за такого нищеброда отдал. Оказывается, он не просто мужика. За стеной. И все. И она в него влюбилась. Влюбилась все. А потом как-то ночью заснула. Он ее потихоньку на коня до их замок привез. Она глаза-то открывает. И вот. Он говорит, ну что. И она, вот что. Я теперь поняла, мой дорогой. А она готовить научилась уже там. Ждать его. Не зубоскали. Вот у нас с детьми этого никогда не получится. Нету на них этого дроздоборода и хорошего отца, короля. Вот они все в тепле у нас вот в это вот подрастают и сразу. А мы все знаем. Нам ничего не надо. Все. Мы так все знаем. Мы знаем, что там был Давид, у него псалмы. Все хорошо. И что. Ко Христу все это относится. Вот это Христос. Кровь там его истекла. Мы его любим за это. Все нормально. То есть они не пережили сами ничего этого. Они не понимают, что такое истекание крови. И что такое грех, который нужно просто замаливать. Игнать Игнатьич говорит про 7 раз и так далее. И почему он обращается к пожилым, а не к молодым? У молодых-то больше сил 100 поклонов сделать. Молодым поклоны сделать. Я сюда приехал. Мне был 31 год. Я земные поклоны делал по 150, по 200 штук за раз. И ничего. Что такое? У меня ноги были как у оленя. Лося. Меня так им называли. Ты лось настоящий. Ну что молодые? К молодым не обращается Игнать Игнать Игнатьич. Почему? Ну потому что у них еще мозг очень сложный пробиться к нему. Нужно сначала самомнение убрать свое, кто ты есть. А потом у тебя сразу потоки потекут. Но это будет, когда никто не знает. Давайте продолжим читать. Давайте. Матфея 12, 39-40. Но он сказал им в ответ. Род лукавый и пролюбодейный ищет знамения. И знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Толкование. Называет их лукавым родом, как и льстецов, и неблагонамеренных людей. Пролюбодейным, так как они отступили от Бога и прилепились к демонам. Знамением называет свое воскресенье, как событие чрезвычайное. Так как он, не шедший в сердце земли, то есть в преисподнейшее место, или то же, что в ад, третий день воскрес. Под тремя днями и ночами, разумей, неполные дни и ночи. Он умер в пятницу, вот был первый день. В субботу оставался мертв, вот другой день. Ночь на воскресенье застала его тоже мертвым. Так насчитываются трое суток неполные. Как и мы, часто имеем обычаи считать время. Насчет, вот ты говоришь, пенсионерам молодым молиться. Да, молодым-то легче молиться. Ну, я, Тихонич, имел в виду, что у пенсионеров больше времени. Ну, и работа, забота, житейская семью кормить надо, времени нет. А иной раз пенсионер такой сочный и свежий, что он у любого молодого переклонился. Сочный и свежий. Да, Генш? Я молодец, хорошо ты вспомнил. Матфея 12.41. Неневитяне восстанут на суд с родом Симы, осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Ион, проповедовавшему о выходе из Кита, говорит, поверили, а мне по воскресенье моем вы не поверите. Посему и будете осуждены неневитянами, которые поверили рабу моему Ионе без знамений и чудес, хотя они были варвары. Осуждены будете, потому что вы выросли с пророками, видели знамения и чудеса, и, несмотря на то, не поверили мне в Господу. Я сейчас читаю, и у меня параллель с детьми нашими. То есть они выросли с пророками, как у тебя. То есть веры-то, ты говоришь, нету в детях наших. Почему? А потому что грехов не нахлебались еще, как мы, и покаяния-то нету. Так что, не грешить теперь, поэтому им прикажешь? Никак, апостол Павел говорит, не такой вывод надо делать. Не ты что? Молиться, и Бог даст, когда и Господь подхватит все в руки Божьей. Но и со стороны родителей, конечно, большая ошибка, что детей в гниге, а куда? Да. Потеряю калагик, там так перетрут, что из любого вылезет все дурное. А почему не отправляют? Вот это вот другой вопрос. Можно? Я хотел сказать, что у нас нету последовательного научения этому в нашей общине. Допустим, я говорю какую-то блажь, несу какую-то дурь, как думают почти все. И поэтому готовы, чтобы я просто заткнулся и молчал. А я хочу сказать, ну давайте перечислим тех детей, которые остались у нас и которые родились после 95-го года. Родились в 95-м году дети, и кто из них остался в общине? Или рядом? И вот мы начнем сейчас перечислять. Вот Иосифа вспомнили, а я сразу подумал, 25 лет парню было бы. Интересно. Ну, 25 где-то, да? Где бы он был сейчас? И отсюда у меня другая мысль. А ведь есть, которые живы. И где они? И что они? В Вене, да? Ну, допустим, Веня. Даже можно брать те, которые... Ну, допустим, где Еремия? Где Терентий? Где Терентий? Ну, Терентий-потеревки, ладно. Допустим, это... Ну, я, к примеру, это те, которые прям... Ну, дети, которые... Можно там что-то доброе найти у них еще. А те, которые где-то далеко уже, допустим, Максим Глушков. Он что, не потеряевский? А это давно было, ребятушки. Давно-давно он такой же был, как они, когда все началось. И другие-другие. Вот сейчас приехал Никита. Мне вот интересно будет, где он у тебя будет жить. Думаю, интересно, как Никита устроится. Мне всегда интересно, где эта самая гвардия молодые, которые встанут на смену, которые уже утрудились. Как поется в том песнопении. Привет. Где они? У нас пока, как приехали ко мне, говорит, постучались, а я там работаю, заходит лысый такой мужик и говорит, так, а где бы мне Игорь Владимирович Дубунов на эти? Я говорю, я. Он такой смотрит меня, смотрел и говорит, вот это молодой. Я говорю, в чем дело? Да нам-то мы в геологическом комитете сказали, мы попросили, говорит, ну только нам геолога, ну помоложе. А говорит, а это самый молодой у нас в геологическом комитете. Да вы что? Да. А оказывается, ему 48. 47 лет, ну там, 48 год был. Они, вот это молодой. Я говорю, ну я еще ничего, бодрячком. А что такое? Ну у нас надо поработать. Я говорю, ну ты готов. Смешно, да? Да, смешно. Нету геологов. Как говорят, хороших сейчас врачей нету нормальных. Таких геологов нету. Они, потому что надо же где-то трудиться, где-то лазить там. Ну и что? Вот так вот. А никакого благодарности нету, как говорится. Поэтому, где эта благодарность от детей, родителям своим, которые их ощущали? Вот там Галя была, там, в шапке как выскочет, как выпрыгнет, как кошка на всех. Посмотрим на Надю, которая тоже на меня. Галя у нас. Галя самая такая, мне кажется, лучшая. Потому что они всегда при нас. Всегда. Мне кажется, они всегда и будут. Думаю я так. Тогда это Бог. Да. Вера это дар Божий. То есть, если... Мы можем сеять. Мы можем сеять в них, что мы и делаем. А самое большое, мы можем подавать им пример христианский. Это даже больше, чем ты сеешь. Поскольку ты примером сеешь, они видят, что ты бла-бла и что ты делаешь. И вот они будут поступать так, как ты делаешь. Ничего подобного, Галя. Теперь подожди. Я понял все. Это начинаю. Это защита. Защита, подопечный. Все понятно. Галя, на кого они будут смотреть? Ну, чего они не смотрят, чем на Игнатия Тихоновича? Зачем смотреть на меня? К примеру. Как же они смотрят? Почему? Потому что ты учишь. Ты у них преподаешь на воскресной школе. Как на тебя не смотрят? Почему на Игнатия Тихоновича никто из них не смотрит? Да смотрят они и на Игнатия Тихоновича. Ну, что уж. А если они смотрят на Игнатия Тихоновича, где все? Спрашивается. Вот не знаю. Вот, вот, Галя. Господь не посетил все-таки. Вот поэтому в твоей концепции маленький пробел. Он маленький, но экипаж шаттла, 7 человек погибли от того, что игольное отверстие было дырочкой. Вот, Галя, правильно. В чем этот пробел, братья? Вы мне поясните. Я сейчас, вот, Галя, вот, права здесь. Дети смотрят, одни дети смотрят, он говорит и делает, а другие смотрят, а он говорит и не делает. А раз он говорит и не делает, как он христианин? Значит, веру вошел живо, что я за этой верой пойду? Я лично слышала от наших детей христиан, я не буду говорить фамилии, имена. Когда мама одно говорила, а ребенок сказал, а потом, видимо, сделала другое, ребенок сказал, так ты же говорила, вот так надо делать. Я это слышала у наших стенок. Вот это вот и есть соблазн. То есть родители иногда подают соблазн детям, и дети, да и вот язык, та же златоуста есть, язычники скажут, да какая же ваша вера христианская, вы посмотрите на жен на ваших, какие они. Брат, брат, подожди, ты не стремись сразу. Мусульманок, например, взять, и русских женщин. За мусульманку всегда заступится человек, а за русскую, которая в штанах там крашена, кто она ведет себя как последняя, как говорится. Вот этот пример. И дети-то видят все эти примеры, у них тоже как бы их и дьявол шатает туда-сюда. Почему мы к себе в общем не назовем? Ну какая карикатура на христиан? Это карикатура, дети тоже они это замечают, и не такие уж они и глупые. Поэтому и они и уходят. А тут не про глупость речь идет? А о чем? Ну вера, дар божий, мы сеем, ну сеем-то мы доброе семя, а дьявол-то тоже сеет в них. Брат, зачем ты сейчас меня что ли хочешь? Да на тебя ты сядешь, там и слезешь. Как глупость? Я что, сказал где-то, что дети глупые? Ты что? У тебя что в голове-то вообще творится? Причем здесь веры нет и глупые? Ты сам сказал, да глупые, потому что пошли за дьяволом-то. Ну это ты так думаешь, как будто глупость милишь, и меня туда не надо тогда. Пошли за дьявола, подожди ты еще. Ну Максим Глушков, за кем он пошел? В мир, куда? За дьяволом они пошли. А почему они пошли? Ну не из-за глупости все это, зачем ты глупость? Потому что маму послушали, а папу не послушали. Есть духовное невежество еще, это другой разговор. Мама же тоже сеяла там. Конечно сеяла. А родителя, мать, родная. Сеяли, о чем на речь идет, сеяли все. Чего подниму в руку. Я полагаю, братья, что Галина права. И я всегда помню слова сестры Олевкины, которая сказала, мы привели их к источнику. Привели. Захотят они пить? Научили. Вот вас жаждут. Бог только знает, когда они придут к этому источнику, будут пить из него, из этого источника. А Галя права, что мы соблазн подаем. И я чувствую, что всегда за собой, видимо, потому что детей рядом со мной нет, вот здесь, на службе и на занятиях, я всегда думаю, что, видимо, где-то я, кроме того, что сеял доброе, видимо, давал какой-то соблазн. Вот об этом я и говорю. Поэтому это всегда остается. А ступиться каждый человек может. Конечно. И в семье это тоже бывает. Нет, ребята. Можно я один пример приведу? Демократов, только чай. Можно я один пример приведу? Ну, например, мы говорим, дети, нужно любить Бога, нужно любить Слово Божие, посещать занятия, а при этом собираемся и уезжаем. Куда? Ну, куда-нибудь, куда-нибудь, занятия, к примеру. Не, ну это сто процентов. Ну вот, что наши слова тогда на весах Божьих, что они? Да ничто. Ноль без балочки. По делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Парисеи были учителя, все бла-бла-бла учили, хорошего дела-то не делали, потому что сердце их вражда, а уста их мягче масла. Я не говорю, что детей всегда нужно гладить по шерстке. Я не такой человек, я гладу против шерстки, что гораздо чаще. Я Надю попросил, говорю, Надя, оставь своих детишек, вам некогда, оставь их, я их привезу, я их на машину повезу, посажу и привезу тебе до дома, куда тебе надо. И все, какие вопросы-то? Ой, а мы там, что-то надо, что-то надо, все, опять никого нету. А маленькая просится, а Ксюха уже зашла и такая, мама, пошли давай отсюда, сколько мы уже тут будем? Все, все, командир полка, нос до потолка, мама, мама такая, ой, ой, все, все, Ксюшенька, все, все, побежали. Был по один, Костенька-Костенька, теперь Ксюшенька-Ксюшенька, дальше Карелечка-Карелечка и Полиночка-Полиночка, все. А потом, господи, господи, я не знаю вас, откуда вы, а я же все время вот тут вот вела что-то там. А где дети твои были? У Гали были дети, а у тебя не было. И еще после этого говорить, что кто-то виноватый, что ли, не надо, только про меня не надо говорить, что я виноватый, ладно? Да, я, конечно, ну не самый такой пример христианила, но дайте мне ваших детей тогда. Они мне, они не будут себя спокойно чувствовать, даже в ванной когда будут. Да? Потому что, ну я сразу говорю, все, что как есть. Уже началась жизнь взрослая, теперь надо вести себя по-человечески уже хотя бы. Матфея 12.42 Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Толкование. Царица эта, хотя и была слабая женщина, пришла, говорит, издалека. И пришла только для того, чтобы слышать учения о деревах, садах и о некоторых естественных предметах. А вы не приняли меня, Христа, когда я сам пришел к вам, говорю вам неизреченные истины, и совершаю для вас чрезвычайные дела. Матфея 12, глава 43-45 стихи. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметитым и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов злейших себя, и войдя живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Толкование. Этими словами Господь дает знать, что они пришли на край погибели от того, что не приняли его. Большую руку Христа. Далее цитата. Освободившиеся от бесов, еще хуже становятся впоследствии, ежели не исправляются. Так и ваш род одержим был демоном, когда вы поклонялись идолам. Через пророков я изгнал этого демона. Пришел и сам с намерением еще более очистить вас. Но так как вы отвергли меня и хотите даже погубить меня, то как более тяжкие грешники будете наказаны тяжело, и последний плен ваш будет гораздо тягостнее прежних. Цитата закончилась. А ты, разумеющий, вот что. Посредством крещения нечистый дух изгоняется и бродит по безводным местам и душам некрещенных. Но в них не находят покоя. Ибо покой для демонов состоит в том, чтобы смущать крещенных на злые дела. Тогда как некрещенными он и без того давно уже владеет. Таким образом он возвращается к крещеному с семью духами. Ибо как семь духовных даров, так в противоположность сему семь же и духов злобы. Когда он возвратится к крещеному и найдет его праздным, то есть без добрых дел и по причине ленности, без твердости к сопротивлению врагам. Тогда бедствия его бывает больше, потому что прежде, очистившись через крещение, он после не имеет надежды на второе крещение. Кроме крещения покаянием, которое весьма трудно. И комментарий Игнатия Тихоновича Латкина на слова Ферлакта. Посредством крещения нечистый дух изгоняется. О крещении. На сегодняшний день. В крещении, принятом по вере, человек получает прощение грехов. Считаем Деяние 22.16. Итак, что ты меряешь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Он облекается во Христа, получает белоснежную одежду, брачную. Галатам 3.27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Но речь идет не о механическом крещении, хотя бы и с троекратным погружением, но принятом глубоко, сознательно, с искренним раскаянием в прежней греховной жизни. Иоанна 2.38. Когда разум, совесть очищены Словом Божиим через принятие его и исполнение. Иоанна 15.3. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Сегодня в подавляющем большинстве православных храмов, старого или нового обряда в России или за границей к крещению подходит не как к завершающему моменту в обращении из язычников к христианина, но подходит как к язычнике к своему шаману. Что-то невнятное будет прочитано, какие-то непонятные действия, движение батюшки, одетого в особую одежду. Без веры этот ритуал для человека ничем в его сознании не отличается, как таинство для тиккого тунгуса. Крещение подходит как к языческому оберегу от несчастного случая, от порчи. Правильное понимание крещения – это мысль Духа Святого, отображенная в Библии. В крещении человек омывается, освящается от грехов именем Иисуса Христа и Святой Троицы. 1 Коринфянам 6.11 «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Только при истинном крещении человек получает очищение от нечистой силы, при полном отречении от нее и хранением себя в заповедях Божьих. В противном случае, если человек приходит к крещению совершенно неподготовленным и не думает менять свою жизнь, начав жить по Слову Божию, тогда в нем не происходит никакого изменения и никакого очищения от злого духа. В житии Святого Макария Александрийского 19 января написано, что во время богослужения, во время самой божественной литургии, в храме присутствуют демоны и сам сатана, и даже становится на место настоятельно. И страшно сказать, когда все видят, как священник подает причастие причастникам, а в действительности же оказывается, что злые духи эфиопы вкладывают в уста этого причастника адский уголь. 1 Коринфянам 11, 27. 2 Коринфянам 11, 28. 3 Коринфянам 11, 28. Причащout verse 6, 31. Всюду, где встречаются упоминания о крещении и причащении, и о благотворном действии этих наинственных человек, всюду имеется в виду только то, что человек приступает с полной верой, со страхом, раскаянием и в чистоте, не возвращаясь к прежним грехам. Аминь. Да, Галь, пожалуйста. Ты там прочитал, что семь духовных даров — это какие дары? А потом приходит семь злейших. Вот было сравнение, как было дано человеку семь духовных даров. Поясните, пожалуйста, что это за семь духовных даров? Там в одном месте перечисляется. Да, где-то перечисляется. Семь духовных Духа Святого. Геннадий Тихонович. Это, по-моему, 1 Коринфянам, 13 глава «Любви» говорится, и там все перечисляется. Да, вера, надежда и любовь, терпение, смирение, кротость и воздержание. Семь духов святого даров. Правильно, Геннадий Тихонович. Вера, семь духов злобы и существует. И семь духовных даров. Что это за духовные дары? Это же написано в Библии. И семь ли, или это просто символическое число полноты? Или семь и баста, не восемь, не девять, не шесть, не пять. Ну, где-то перечисляется оно. Говорят, есть семь смертных грехов. Семь грехов. Просто муссируют это православное. Даров у Бога бесчисленное число. Это люди хотят все упросить, чтобы запомнить. Дальше семи ты считать не умеет, как военно. Раз, два, три, а дальше не знаю, что. До семи, до семидесяти. Раз, два, три. За кого ты замуж-то выходишь? Он дальше трех считать не умеет. Я сначала вернусь, я хотел. Где, куда делся, брат, Миш? К детям, да. Пошел в туалет, может? Нет, машину пошел разогревать. Машину разогревать? Машину разогревать. Я же замкнул, ему не зайти туда. Я включил-то специально провод. Ты включил, но откуда идет, я же... Че? Провод остался. А провод-то вы выдернули? Нет. Ну, все, пойдет ток. Ну, ладно, вот вы говорили, сколько молодежи с такого-то года, а где они? Сыплят по осени, считаете, есть такое выражение? Да, очень важно. Их нету сейчас здесь. Вот мне говорят, а какая у вас программа? Ну, ясно дело, задали вопрос, а полная аудитория, а вначале у нас было 750 человек на занятиях, присав себе, актовый зал. И, представь, все напряженно слушают, какая программа взяли записать. Я говорю, пишите. У меня нет никакой программы. А тут сидят и профессора, у меня там были военные. Вы серьезно отвечаете? Абсолютно. А как так без программы? Я говорю, какая была программа у моего пророка? Они не знают. Никакой программы нет. Вот вначале сейчас программа одна. Нужно завоевать, нужно завоевать в Вену. В Румынию пройти. Там все нефтепромыслы, последняя заправка Гитлера, отнять. Гибнут кучами, горы заваливают. Задача какая-то такая. А надо-то было, нет. А что делать надо? Дождаться. Когда родился Михаил Сергеевич Горбачев. Без иного выстрела развалил страну, и никого нет, и никого не убил. Мы волю-то Божию-то не узнаем. Но я что-то придумаю. Гитлер ломился. Даже для этой нации это 6 миллионов у него погибло. И то это много. А тут там 30 миллионов. И вот нет программы. А как? У пророков программа была? Кто-нибудь знает, поднимите руки. Нет. Вот они хотели завоевать. Идем на Ромов, Галацкий. Все до одного говорят. Программа общения определенная. Нужно делать сейчас мобилизацию. И мы уходим на войну. А у нас сердце что-то неладно. Он говорит, а есть еще кто-нибудь? Есть один. А я его не люблю. А почему? Да не люблю я его. Он обо мне доброго не говорил. Значит, у него определитель был по отношению к нему как. Вот хороший говорит. Молодец, слава Иисусу Христу, Хайм Гитлер. Хороший человек. А если нет? Ну, значит, нехороший. И который посыльный, это был патриот. Вот видно, что прямо из епархии. Знаешь, Михей, ты скажи, как все говорят. Михей Емблаевич. Сын Емблая. Он в ответ ему что говорит? Жив Господь Бог. То есть Он не умер. Вчера со мной был. Сегодня Он меня родил. Жив. Он рождает и тебя может сделать таким. Я скажу то, что Бог повелит. А что ты скажешь? Не знаю. Да за тобой послали. Какая программа? Что Он скажет? А еще не сказано было. На надежды сто процентов. А Он что-то скажет. Он заходит и говорит. Так идти нам на Ромов Галатский. Одно слово. Идти. Ура, хвала. Запишите его. Ему звание генерала можно дать. А Он говорит. Вижу. Дорогой шел не видел. Я говорю. Вы можете проверить. Так написано. Вот вижу. Овцы Израиля. Ох. По всем горам рассеянные. И пастыря нет у него. Он совершенно не о том говорит. Его в дурдом послали. А он сразу понял. Да как я. Как Николай II. Я патронирую церковь. Без меня на епископа не поставить царство. Пришел себя патриархами навеливать. Хотел. А весь Синод промолчал. Игнативность. Не хочу как Синод молчать. В начале там странность была маленькая. Только вы не сказали. Перед тем как он сказал. Вижу рассеянных ворец Израиля. Он сказал. Идите. Будет все хорошо. А царь ему говорит. Ты говори правду. Ты зачем. Ну типа. Мне. Неправда не нужна. И он тогда ему сказал вот эти слова. И вот тут интересно. Вопрос. Почему он в начале ему сказал то что. Хотели. То что просили. Да. То что просили. То что просили. Вы хотели от меня. Я сказал. Но мои слова будут наполнены чем-то. Таким благоуханием. Что вы все вздрогнете. Ни один не ждал этого. Он будет против. Он будет против. А это говорить не надо. Он сказал. Что-то за этим кроется. Ну да. Понятно что. Они дрогнули. Они не ожидали этого никак. Меня бы сейчас просили. Вводить войска в Израиль или нет. Я бы им ответил. И здесь открывается внутренний мир. С двух сторон. Этот не знает. А язык сказал. Он ничего не видел. Но он видел состояние народа. Который ходит в храм. Который молится. Все. У них священники. Заразбитые парки. А он видит горы. И они бродят как слепые. Наговорю. Что Василий великий. Великий с большой буквы пишется. За 20 столетий только 17 человек. Даже на столетие по одному не приходилось. Это церковь назначила им. Такие им надо. У Пахомия Великого 11 тысяч мужиков. Это дивизия полностью. И все ава, ава, ава видят. Ава вокруг вякают. А он вместе со всеми работает. Пошли хворост собирать. И вдруг он замер. И его ава что-то видит. А он побледнел. Замер. Камыши выпали из рук. Сучки повалились на ноги. Ждут, стоят. Наконец он встряхнул головой. Видимо. Ой, братья, что я видел. А, а что ты видел? Ну, каждый знает, что. Мы ангелы. Ангельский чин приняли. Все ангелы. Тут монахов и ангелов нет. Только черные и белые бывают ангелы. А они все почему-то в черном. Монахов в белом нет. И он говорит, я видел глубокое ущелье. И там монахи. Они монахи. Тысячи монахов. И тьма кромешная. И они понимают, надо вылезти. Лбами друг друга бодают. Лезут по стенкам. Карабкаются, падают. И только единицы выходят. Может быть, один, два. Единицы во множественном числе два. Большая часть священников погибает. Златоуст говорит. А Серафим Сарусский ни одного не вымолил. И этот видит их рассеянное. Это означает, не отары ходят, а рассеянные. Туда, сюда, по одной овечке добыча хищного зверя. А когда они вместе, значит, пасу где-то рядом. Собаки волкодавы. Ружьишка у него при собой-то. Тут волк облизывается. Ходит. Взял бы. Дороговато обойдется. Вот теперь мы спрашиваем. Какая у меня программа? Я говорю, нет программы. Проходим пока по... Вот, вложенофиг в лакту. А у апостолов какая программа? Они ничего не знали. Они не знали, куда идти. У Павла было такое. Пошел. И вдруг остановка. По сей день никто не знает, почему. Но дух не допустил. Как? Словами. Земля затряслась. Горы обвалились. Мы думали, что через Грузию-то подъехали. А нам говорят, а тут второй день не ездят. Мы ехали, когда в Грецию. Почему? Говорят, какая-то авария там. Ну, какая? Ну, может быть, отремонтировали. Что делать? Я говорю, Николай, давай до конца едем. Доехали. Вышел человек. Вы куда? Нам надо проехать. А так нет. Тут обвал в горах был. Уж не говори, сколько людей, машин погибло-то. Как грохнула гора и все. И перебирают, сейчас сталкивают, вытаскивают. И еще будет неделю примерно, а может месяц. Мы развернулись, и теперь через Дагестан, туда опять к Чечне. Опять пошли. А теперь пошли уже мы через Азербайджан. Это все мусульмане. Везде нас будут, может быть, обманывать. Одеваться некуда. Дорога закрыта. Какая программа? Она не нужна про Богу программа. Как тебе угодно. Что будем делать? Ничего. Мы спокойно едем. Что-то Бог хочет сказать. Надо доверить, уметь ждать. У меня нет программы. У апостола программа была. Идите и благовествуйте. Идут. Вдруг остановка. Куда? В другое место. Опять остановка. Что там? Обвал горы был еще. Не написано. Устали уже мотаться. Давайте, ребята, отдохнем. Легли спать. И вдруг ночью муж, македонянин, Павло, является и говорит. Приди к нам. Помоги нам. Югославия затребовала. Братья, откровение есть. Вот программа теперь есть. Билеты берем туда. Открывайте визы. Поехали. У нас-то программы никакой нет. Уйдите по всему миру. По всему миру. А куда идти? Бросим жребий. Андрей, идешь до Киевских гор. Во друзей там крест и скажи. Земля это будет православная. Там или как-то. А ты, Фома, давай направляй стопы свои в Индию. А ты куда? А ты иди в Северную Африку. Вот куда Варфоломею Бог сказал. Куда пойдет и Марк. Вот там теперь и будет работа. И вот здесь. У меня нет программы. А как с детьми работали? Я ни день, ни два. А они это программа. Я опираюсь на опыт. Свой опыт. Я теперь задаю вопрос уже в своей семье. У нас деревня. Ну небольшая. Там 300 человек. Допустим так. 320 человек. Кто-нибудь справлял дни рождения, как мы? А как? Обязательно канон, чтобы прочитать. А не знаем как. На другом конце деревни жила бабушка. Моя мать перчет пироги. Меня нагружает. А я вот такой шкет. Я иду туда. Там годом 4-5. Иду туда. Мама сказала ангелу-хранителю. А там пироги эти к себе. Я с ней на молитву. Один. На всю деревню. Старший брат ходил. Старший меня на 5 лет. Никогда самуил. А потом, когда уже меньше подрастает отец таким, а там уже бабушки нету. Теперь в соседней деревне от нас, Урывка. Я помню, мы туда ходили помолиться. Там кержаки. Беспоповцы. Старообрядцы. Я теперь спрашиваю. В моей жизни встречались мне тысячи людей, если не миллионы. А в интернете это миллионы уже встречались. Я задаю вопрос. Скажите, у кого было такое, чтобы лет в 5-6, в 6 возьмем лет, чтобы родитель не хотел, чтобы молился там-то. А ты бы тайно прятался и молился. И нашел бы книгу, уже не говорю, не по-русски даже, по-цикловно-славянски, и чтобы ты печатную букву выписывал, а потом с этой бумажкой прятался еще и заучил на язык молитвы. Никто не составляет. Никто не говорит ничего. У нас отец, он и по пьянке покурить мог, и выпить, и валяться, и матерки были все время. Он не хотел этого. Я в стихотворении написал. Как в басне, надо б наш беде случиться, служить греху смертельно я устал. В мечтах меня ты видел коммунистом. А я нашел воскресшего Христа. К отцу письмо было. А то есть, ну оно выражает так, это не поэзия. Теперь в армии, в армии меня кидали во флот, в ракетное счастье, ездил по всему Дальнему Востоку. Такая должность была. Техник, смотритель воинских зданий, ракетный хвост Дальнего Востока. Название-то какое? Увалительный на целый месяц. Сколько я людей перевидал, военных, они обращались ко мне, переводы делал, они в академию учатся. Я ни одного не встретил, у кого было бы желание так познать Бога, как у меня. Я атеистическую литературу брал, а о Боге говорится. Я его вырезал, а так как здесь о Боге встретилось, и на той стороне там о Боге будет. Я два экземпляра брал, теперь с той стороны отрежу. И потом слепляю и считаю. Я не пойму цифры, там главы стихи я не знал. У кого было такое? Ни у кого. Дальше я работаю на корабле и учусь в мореходном училище. Я схожу в порту. Куда идут ребята? Ну, моряки. Он деньги заработал, он не знает куда. Он нанимает две машины. Передняя садится сам, а во второй на сиденье кладет без козырку. Платит за такси и целый день ездит по городу. Портянки купил там бархатная так материя. Полметра здесь, а метр чтоб тянулся, чтоб видно было, вот как шикарно живут. А теперь на целый год едет опять помирать в море. Кто что ищет? Ну, женщина это приют. Это, ну, точнее, если весь город бордель. А я первый вопрос, который сошел, бабушка несет. Бог тщательную подготовку сделал. Я любил бабушек. Не вот таких вот девиц красных. Прекрасных. А бабушек. Особенно, которые что-то работают, нуждаются. Я в огород скопаю, тут лопату я беру и... Несет сумки. Я к ней сразу, баба, давай помогу. Я спрашиваю у многих, баба, да, может быть. А какой вопрос дальше ты задашь? Где бордель? Я спросил, а где у вас люди молятся? Мне 23 года. И она меня показала баптистский дом. Она не знала, что это такое. Я захожу к латышам. И сразу ко мне подошел у них там, в технике, свой смотритель. И вы откуда борете? Я говорю, ну, тут корабль остановился где. Я говорю, а русские есть? Русские есть? Я говорю, я не понимаю, о чем. Как не понимаю? Я по-латышски с ним разговариваю. Он же видит, что я на их языке. Я говорю, а я не понимаю его. Я таких слов не слышал. Когда меня провели рядом дверь, под этой же крышей русские, я и там не понимаю. Блаженный, нищий духом. Слово блаженный я не знаю. Нищий духом не знаю. А у них эта большая простень висит, и на ней вышито нитки мулины тогда были такие, зеленые. Вопрос. Кто меня толкал туда? Я обращаюсь к своей биографии. У брата было, у одного другого не было. Они этого не знали. Я этого не знал. Программы не было. Но меня, как кто вел, я все время жаждал, искал. Жажда. А вот жажда, иди ко мне и пей, и у колодца. Кто ее послал? Она почему не пришла со всеми одна у колодца? Это общественный толчок был. Златоуз говорит, чтобы все знали, какая она женщина. И, ну что, Фатина, кто у тебя сегодня ночевал? Ее Фатина звать было, узнали. Светлана. И она поэтому пришла в полдень, когда никого нету. Одна взирается, видимо, скорее почерпнуть. И сидит, просит напиться. И она видит, что как одеты иудеи. Те, может быть, брились. А иудеи-то с самарянами не знают. Не самаряне с ними, а иудеи. А ты иудей. И теперь пошел разговор о воде. У тебя почерпнуть нечем, а колодец глубокий. То есть она готова была к этому. Она истомилась с этими мужиками. И вот иного она мужа увидела. И теперь все поверло. Почему? В ней это все было готово. И когда мне в руки дали Евангелие, они мне не уговаривали ничего, когда меня пригласили к Еремееву. Карла Розенберга, 18-4. Они в другой комнате обедают, а я сижу здесь. Я скорее выписывать. Они зашли, я уже пятую главу читаю. Я понял, писать нечего. Все божественно. Первый раз я в жизни Евангелие держу. Почему? Когда сходят на берег, ни у кого не было. Я могу сказать, тысячи. Тысячи. У кого-то матери были верующие, бабка верующая. У меня только был страх. Страх греха и ада. Я поэтому программу имею в своей жизни. Надо Богу довериться. Избрание есть или нет. Если есть избрание, никаких препятствий нет. Мне говорят, а родился бы ты в мусульманской стране. В Саудовской Аравии нашел бы Бога. Я себя знаю. Нашел. Как нашел? Не знаю. В каком-то месте корабль бы был. Там я остановился или книгу достал. Тебя бы убили. Убили, но я бы нашел его. Я бы был мертвым с Богом. У меня было все время вот эта жажда найти Бога. И скрыться, помолиться. У них этого нет. Они не понимают живое и мертвое. Тебя бы родители сегодня благословили идти к старым грязным. Они говорят, перешла бы. Ты там вся. И ты не видишь что-то мертвое. Мертвое, говорится, в дугу мертвое. В мертвую. В оглоблю. Ни слова Божие, ничего этого не будет. А ты туда тянешься. Почему? Такая ты есть. А на самом деле ты хорошая. Все, но жизни-то нет никакой. И ты там и будешь. И придет на тебя эта беда старобрядец, женится на тебе. Как эта Валя приехала. Надина племянница-то. Нинина, внучка-то. И она рассказывает. Он, который был, приехал. Тут спорит, начал доказывать. А она стоит, Валя, сзади. И заходили ко мне, стоит и сама улыбается. Вот такой он и есть. Он ничего не знает. Но сразу начал спорить. Ты, ретик, переходи к нам. Все. И он именно такой и будет. А тебе это и надо как раз. Пеленки накормленные будешь. Он работяга хороший. Дома строит, то другое. А он Бога не знает. И знать ему не надо. Почему? Он родился в этой среде. Все дубовое. Ни шагу, никуда. Если так молится, прямо на дверях заходишь в храм у них. И написано, кто приходит, шепоти не молиться, как ника няня. Прямо на храме. Он не надпись написал. Вот такую, помни Господа Иисуса Христа. Но он вот этого, шепоти, он боится, как будто его за нос ухватили или за другое место и тянут. Он как огня боится этого. А что первые христиане молились одним перстом, это пишет старообрядческие истории Мельников, он не знает. А эту книгу издали в Арнаульске, старообрядцы. А что первые христиане вообще не знали этого. Он не знает и не надо. Нет, Христос на иконе вот так благословил. Я говорю, а где? А написано, как Иисус возносился, благословил. И дальше благословил. По-другому-то нет, только двуперстно. И он два перста показывает. Амилетий, учитель, затоуст и молился трехперстно. Нет, двуперстно. Да не мог он двуперстно, потому что еще не родился в истории там другие. Троеперстно было вызовом против арианства. Ариане не принимали трои, поэтому три было. А когда появилась филиоква, не филиоква, это монофизит и монофилит, и говорили, во Христе одна воля. Тогда это позже, а у них наоборот. Сначала двуперстно, а потом троеперстно от Никона. Да это было еще в третьем веке. Они ничего не знают, истории не знают. Я переписывался с сегодняшним главою. Хорошие отношения. Он очень сильно отозвался о моих книгах. Я послал вот эти там новые, это что, в ваших книгах и нашел много нового, запятая интересного, запятая полезного. Митрополит пишет. Когда я ему стал отвечать, я пришел к вашему деду бабе и сказал, я пишу письмо. Можно написать, чтобы вам разрешили ходить в наш храм? А у нас свободно молятся. Я молюсь двуперстно, то другое. Чтобы разрешен, иначе она отлучает причастие. У них больше ничего нет. Он не от Библии отлучит, не дам Евангелие читать, он знает, что они не читают. Отлучает причастие. Он научен так, он по-другому не может поп. И боится их епископ, и боится их митрополит. Он мне мгновенно ответил, этого разрешить не можем. Чтобы пришли, помолились, ушли, оставались старообрядцами, там молились. Он не может, почему его сразу сметут. Они свирепые. Вот я знаю, сектантов, и баптистов, и адвентистов, и новая жизнь, там мормоны. Вот название, ну, я с ними трудился где-то. Но более свирепых, чем старообрядцы, никого нет. А у них ничего нет, кулаком. Вот я кажу, они в субботу будут молотить, как говорится, собаку бородящую. У них ничего не можно доказать. У меня за волосенки, к стенке. Епископ что-то не так сказал, они у епископа своего, села Накилинов. Повалили, и давай его лупсовать. И кто? Володя. Володя Долгов там. Еще кто? Федя. Федя, это ваш дядя. Володя, то есть, у стен, деда вашего брат. Не дядя он вам, а дворюдный дед. Да где вы видели, что даже у этих Никоньян, но с новым обрядом, чтобы на епископа бросились, повалили. А это только у старобрядцев. И ты туда лезешь, туда тебя надо удерживать. Зачем тебя удерживать-то? Чем раньше ты наглотаешься этой полыней, тем быстрее образуришься. Я тебя не уговариваю, тебя не надо уговаривать. Если ты там, ты плащ и молишь, тебя сейчас выгонять будут, за ноги тащить, ухватить за порог и скажи, никуда не уйду. Здесь слово Божие звучит. Здесь профессора учатся на наших книгах. А ты уже все там, почему? Никакая. Что ты молчишь, это не говорит о том, что у тебя там все в порядке. Я просто говорю как? Отвечаю. Если они избраны, они там будут, они многое слышат. А если они не избраны, а избрания у Бога только, ничего не будет. А то ты обязан и говоришь, ты обязан строго держать, учить. Если ей должно быть пятой женой или четвертой женой мусульманина, она там и будет. Они нормально одеты, они их такие любят, мусульмане. Ну а тебя просто пинком и за дверь. Такая теща не нужна. Вот и все. Молите, избрание соверши, Господи. Почему Моисей говорит? Если ты, Господи, не помилуешь, меня и сглотить с книги жизни. То есть Бог сказал и писал. Вы-то этого не знаете. Старобряться вообще это никак. Главное – причащаться. Главное – причащаться. Счастье исповедности причащается. Вот этот убийца, который Калинин Александр, это христианское государство, Святая Русь. Вот сейчас его посадили, он год отсидел, вышел. И сейчас он рассказывает, он сидел. За год он записал 485 снов. Сны. У него главное – сны. Он никому не говорил, что он убийца. За ним открыто убил женщину. И не просто убил, он хуже убийцы. Убийцы пришли, а она не открыла. А они его знают. А тебя, Саша, он знает. Она знает, женщина знает. А у нее через мать он узнал 75 тысяч. И он пришел. Тетя Клава, это я. Она ему дверь раздохнула, они сразу на нее. Деньги из нее выколотили и сразу задушили ее. А он опять проговорился. Ему 8,5, а им по 12,5 дали. И с ним общаются, а то другое. И он якобы был мертвый когда-то где-то, пьяный. В него бес вселился. А потом он отошел и увидел. И на меня его вывели. Мы первый разговор, мне никто про него не говорил. Не знаю я ни про убийство. А он еще документы поделал. Вторая статья. Вторая. Ничего никто не говорил. Только начал говорить. А я в интернете посмотрел. Баптисты его принимают. Он воскрес из мертвых. Такие откровения. Я слушал не больше пяти минут. Я никакого образования не имею. Я только он говорит. А у меня внутри свое. Он говорит. Этого нет ничего. Я говорю. Саша подожди. У тебя же этого не было ничего. Ты все придумал. И тебя принимают, кормят. А работать нигде не хочет. Мне никто не говорил. Я ему сразу сказал. Ролик записан. Я вижу. За этим еще что-то есть. Там гнильем воняет. Гнилушка какая-то. И он дальше завоняет. Ролики записаны. И он теперь будет добиваться. Любыми путями чтобы их убрать. Вот как СД. Девять роликов. Это же. А потом сейчас как? Но за ним-то это числится. Никто не знает. Но согласно 10-го протокола. Протокола всеомских мудрецов. Там написано. Мы будем ставить на президента. Ну и значит ниже таких. За кем числится какое-то темное дело. И когда он начнет артащиться. Мы это дело выставим. Его сами сметут. Вместе с Моником этот принтан и пойдет под откос. Они знают что сделать. Как Никсон. Это вот торгейское дело. И он их поднимает. Что вот это Матильда. Царя Николая Второго. Фильм нехороший. И они теперь рассылают к кинотеатрам. Все кинотеатры сжигать будем. Если только покажешься про нашего царя. И правда там 2-3 поджога сделали. Заминированный кинотеатр-то. Ну представьте. Это экстремизм. В высшей мере. Представьте. Учитель этот. Алексей. Который поставил этот фильм. Они ему тебе руки-ноги переломают. Он обращается в Генеральную прокуратуру. Наталья Полонская. Бывший прокурор Крыма. Она сейчас член Государственной Думы. Государственной Думы. Она обращается в Генеральную прокуратуру. Арестовать их. И арестовывает. Она дальше не власть. Арестовали. Тут уже органы МВД. Другие делают. Он там сидит. Ему создают комфортные условия. И показано. Он сидит. Телевизор смотрит. Били заправленные коечки. Он один. Убирали людей. И он рассказывает. Там были люди. Молились. Вот теперь рассказывает. Генеральная прокуратура. Возбуждает. Говорит. Дело. Там что это? К ней было. Ну ясное дело. Аж такие люди обращались. Он режиссер-то где-то. И вдруг. Он сам говорит. Не знаю почему. Кто так решил. На верхах решили. Нас выпустить. А у него там 50 тысяч поддерживать. Оказалось 3 человека. Во-первых, вранье никого нету. А во-вторых, он как козел на мясокомбинате. Не могут загнать овечек. А там козел специально. Его выпускают. Он первый выскакивает. И идет в ворота. Никого не боится. Овечки за ним. Дверь захлопнули. А там маленькие ворота. Он туда выходит. Закрыли все. Остальных все ободрали. Он их затягивает туда. Теперь. А для чего это? Я молюсь. Я не знаю. Я молюсь. И начинаю отвечать. На прошлой неделе я дал ролик такой. А ролик такой. Там только бы не посадал, то как вор или разбойник называется. Я говорю, вот для чего. Я неоднократно говорил. У нашего, то есть у российского президента, Путина Владимира Владимировича, очень хорошие советники. Полковник КГБ. Знает немецкий язык. Служил в Германии. У него опыт. Опытом с сообщиком. Там на него навешивают. Мне главное то, что советники хорошие. И он сам это знает. Значит, нужно выявить. А много ли людей, которые против? Вот представьте. Полковник ГРУ. Что такое ГРУ? Переведи. Главное разведуправление. Слышали? Он полковник Квачков Владимир Васильевич. И у него нашли арбалет. Что такое арбалет? Стрелами стреляет. Стрелами стреляет. 14 лет накатили ему. Арестовали, сейчас сидит. Так этот человек закончил две академии военные. В военных точках был. Не пощадили. Почему? За ним могут пойти и то другое. Их там еще до него полковник был. Там лет 10 дали. Они ничего не сделали. Не поджигали, не плевали. Ничего нету. Этого все прикрыли и выпускают на свободу. И каждую неделю 33 раз он причащался в течение года. Это такой праведник, что ему без причастия, иначе он умрет. Это он сам все говорит, Саша. Калинин, фамилия его. 33 раза священник. Золотой, он говорит. Вынес оттуда 4 сумки только книг. А какие книги? Он молчит. Теперь через него, когда он откинул клич, теперь кто-то зашевелился, а там все человек. Они сделали видимость на много, все в интернете, никто не трогает. Зачем? Надо выявить, где сполохи будут. Кто против-то? Им за родыши хлопнуть. Это Поп Гапон. Это Каин. Он хуже убийц. Убийцы не могли проникнуть. Он их туда запустил. Он открыл дверь им. Что тут непонятно-то? Это, не знаю, больше подлости трудно придумать. По дружбе открыла, она знает его мать. Он открыл с собой, двух убийц затолкал. Но тут пошло маленько не так. Он договорился так. Когда дверь откроют, вы меня отбросьте, как будто не знаете. Я не видел, не знаю. Но они его туда затолкали. Но он не убивал. Ну вдвоем, что там одна женщина. И вот теперь они смотрят, где мигают лампочки. Ага, там кто-то недоволен. А кто? Русская народная линия. Монархические союзы. Все православные, которые ходят с хоругвами там за Святую Русь. Но с ним не связано. Это он новое что-то придумал. Совершенно новое. Лидер, лидер, а он никто. Он бездельник, обманщик, убийца. Шулер. Но они через него узнали, где может возникнуть опасность. Где, когда кто-то зародится. Все взяли на учет. Идет работа. Он сидит. Все закончилось. Больше никто его нигде не поддержит. Кто-то, может, и поддерживал. Ну, Саша, ну давай в самом деле нашего царя трогай. Царь нуждается в этом. Выступает теперь митрополит. Митрополит Тихон Шевхунов. Это тот, который исповедует президента. Его духовник, как говорят. И он говорит, да, увлечен он был. Это Матильда, артистка такая, знатная танцовщица. Николай Второй. Но ничего у них не было. Он выступает. Я его ролик смотрел. С этим я согласен. Заступаться за него зачем? Фильм поставили. Он так этот учитель. Учитель это фамилия его с большой буквы. Учитель. Если учитель там или какие-то такие имена, это все одной нации люди. А нет, чтобы свое скрыть, а то я учитель. А какой учитель-то? Чем он показал? Там разврату учить. Ну, чтобы царю не доверяли. Ему доверять не надо. Никакой роли его нет у нас. И вот теперь открывается кто он. Но с ним общаются. Протягивают руку. И наш батюшка был там где-то в одном месте. И он там был в это время, этот Саша. А теперь уже в газете печатают аргументы и фах. Не аргументы это. Московский комсомолец. Следы от этого лидера ведут в Потеряевку. Следы. Убийцы ведут в Потеряевку. Я батюшке говорю, но я с ним не разговаривал. Он мне, говорит, задавал вопрос, как общину создавать. Общину, значит, деньги. Ему вроде кто-то давать будет. Он не знает ничего. Обманщик. А первый раз, когда говорили, я смотрю, как он губы поджимает, как поднимает глаза. Я не хочу, но у меня опыт. Написано, наклонность к блуду, поднятие ресниц. Это в Библии написано. Поднятие ресниц. А что особенно? Ты посмотрела-то. Это наклонность к блуду. То есть там течет что-то уже. Там что-то уже горит. Я больше бы сказал, говорит, другие свидетели тут. И вот сейчас в этом положении. Никто не должен пользоваться ложью. Тем более быть тот, кто скрывает свое неубийство, а что-то невероятно подлое такое. Не должно этого быть. Теперь, а как вы это узнали? Никак. Вам кто-то про него говорил? Никто. А как вы узнали? Не знаю. Я почувствовал, что это нехороший человек. Нехороший. Вот и весь ответ. Вот у нас, я был в Америке, вернулся в августе 92-го года. Ну а без меня тут один у нас был юноша. И к нему приехал отец, подполковник милиции на пенсии. И батюшка мне говорит, вот если поселился сейчас человек там, он очень нехороший. Я говорю, а как ты узнал? Никак. Я мимо шел, он там что-то в огороде, картошку тягал. Я на него посмотрел и понял, на сердце положено, нехороший человек. Он такие пакости будет делать. В прокуратуру, везде письма писать. Что-то делали, что-то там не так. Что-то украли, кого-то избили. Я когда поехал попутно в прокурору, в Мамасфорона, Рипферт, Юрий Николаевич, он показывает, целая пачка напечатанная. Ничего нет. Я говорю, почему дело-то не даете? Да ерунда все. А он все время лечился у нас там корешок хрена на трехлитровую банку спирта. И ходил по деревне, ходил по деревне в таком виде. Игнатир Ильич, это отрыжка большевизма, коммунизма. Они все такие. На чужой горе в рай ехать. Дело-то еще вот в чем. Когда мы начали заплатить деньги, все, пруд Южный поднимать, два бульдозера привезли, платформу. У меня одна платформа с города пришла, я сразу должен в один конец 22 тысячи. Обратно повезут еще 22 тысячи. 44 тысячи только, еще не работал ни одного дня. Машины только начали работать. Он пошел домой, надел подполковничью форму, пришел остановить работу. Там на дне может быть стратегический капель. Потеряевки на дне, ну, явно дело, что он сумасшедший-то. Шоферы остановились, он в арформе, одеты, трактористы, бульдозеристы-то. И машину угнали. Ему что-то дрогнуло. Он прибежал к моей матери, упал. И Мария Егоровна, я еще натворил-то. Не сам ли черт меня туда сунул? Это было последнее. Теперь ему в темешке черную занозу Бог даст. За клеветы я подал в суд на него. Его засыпили. Он ничего не может... А он пьяный еще. У меня большие связи в милиции. Я много могу зла сделать. У него связи в милиции, он много зла может сделать. Но ничего не сделал. Началось расследование, его зацепили. За него прокурор Октябрьского района. А у меня близкие отношения с прокурором края. Параскуд Юрий Федорович. Я пришел, рассказал так и так. Я ничего больше не говорил. Этого прокурора, который там был, куда-то дели, нету. Следователь начинает, один подержит, следователя куда-то дели. А другая пришла, у нас вот на этом месте сидела. Мне сказали, надо на месте посмотреть, что за люди. МОК. Что? Кто знает? С мальчиком она пришла. А? С мальчиком прислала. МОК. Это означает общественной безопасности. Милиция. Сметанин там был. И он ему позвонил, на нас наговорил. И те, значит, тогда все надо узнать. И следователь прислали. Она говорит, она психиатр. Психиатр. Она говорит, когда просмотрелась, а можно? За обедом побыли. До этого говорила, я с кем-нибудь из ваших поговорю. Я говорю, с любым. Когда побыли, она сынишка. А можно я сына возьму? Ну, ребенок лет 12. Вот здесь она сидела, с этого края. Да, вот тут. Когда закончилось все, я говорю, а что не беседовать? А что беседовать-то? Одна большая дружная семья. Ей больше не надо ничего. Она не стала не беседовать и написала, что надо. И дальше. Они там отменили. Если они отменили то, что я подал, они обязаны меня уведомить. Они не уведомили. День проходит два. А у меня определенное число дней. Если я эти дни опять не подал, значит, все пропало, заглохло. Больше ничего не будет. Девятый, тридцатый день. День тридцать девятый, я потеряю эти работы. Они мне документы этот не дали. Не прислали. Сороковой день. Последний день, когда я могу жаловаться. А что жаловаться? Я думаю, мои дела там разрабатываются-то. А они довольны. Последний день лапки рукаю. Сороковой день, бог ему занозу в мозге, и он умер. Ровно на сороковой день. Я не могу не рассматривать это через призму священного писания. Вот какое дело. Вы говорили, дети как избрание. Ты делай свое дело, учи, но если это избрание, ты это заметишь. Я 45 лет приглядывался к детям, в которых это есть. Кажется, мне кажется, я заметил только в одном ребенке. А как вы определяете? Я не могу тоже ответить, у меня нет ответа. Но один критерий есть, что он любит молитвы и к молитве стремится. Сколько людей было в России, когда жил в то время, в Пушкинской. Серафим Саровский один такой оказался. На всю Россию. Может, где-то были еще. Значит, это избрание, оно не могло скрыться. Оно, видимо, где-то. И бог избирает и показывает. В юности он уже человек стремится. Я рассказываю свои биографии. Я какой праведник? Я грешник. Но мне бог от этого, от этого, от этого. Нигде не солгать. Что с женщинами не имеет дела. И Господь все хранил. Не воровать. То, что ему было где-то. Лез куда не надо. Я сейчас вспоминаю, как ох он дурак. Пошел в добровольстве воевать. В легион. С легионерами. В Алжир. Зачем? А там французы, я лучший язык подучу. Там меня поучить будут. Ну, солдаты. Я правильно, я бы знал его. Там и пульки летают. Еще как. И пошел к военному командованию. А советские в это время набирали. Набирали. Помогать. И я пошел записываться. Ну, что-то там. То ли меня немножко они заметили, что я могу делать то, что здесь делаю. Ну, что-то такое было. Это какой, 61-й? Да, 60-й год. 60-й. Это как раз начало у них восстания. Да. Антифранцузское движение. Да, вот, пожалуйста. Я вот теперь говорю, вы сами наблюдайте и задерживайте ребенка. Когда в избу даже забежит что-то, давай помолимся. Давай, Ванютка, давай, Тарасик, помолимся вместе. Мне рассказывают про одну женщину. Она вот такая горбатая была. И он, и пацаненок у нее тоже что-то какой-то у нее изъят был. Он с улицы забежит домой. Играют. Мам, давай помолимся. И что-то не весь, и оба умерли. Понимаете, я жития святых начитывал. Я со слезами читал и видел, как мальчик один. Он видение видел. Приходит к нему Георгий Победоносец и ведет его там километров 6 церковь. А там волки. Ну, мать, конечно, говорит, а ты не ходи, Семен. Сема, не ходи там волки-то. Он ни слова не говоря одевается. Она пришла в храм, он за волосы и вытащила из храма домой. И вдруг ей явился Георгий Победоносец. Ее еще раз тронешь, отсеку тебе башку. И больше она говорит, ходи, Сема, ходи в церковь. У нее защиту, она не знает, мать. И он это не видел. Губу она закусывает часто. Не закусывает. Привычка такая будет, потом не отвыкнуть. Не надо. Ты красивая девушка, хорошая. А губу как запустишь, видно, такая... Злая. На бекле, может, как говорится, шапка поедет. Привычка, чтобы никогда губу не закусывала. Нижнюю тем более. Верхняя, если задумается, а нижняя злится. Вот. И вам ответ. А где он сейчас, Никита? Как будет? Ничего я не знаю. Поговорить я могу. Где она? Куда была наша Лизонька-то делась? Лиза, ну, это... Заболела? Сами говорите все. Сказали. Я сказал, как есть. Я не обвиняю, ничего. Просто как я вижу это дело. А когда случится это, тогда будете... А как? Никак. Ноги туда не ложить. Там нет ничего. Игнать Иванович, да там просто эти сестры Севастьяна и все, ну, и дочери. Они по возрасту подходят, что там. Поговорить, побеседовать. Нет. А мальчиках-то пока речи нету. Пока. Я сказал, вы как хотите, я сказал. Сказал, как есть. Ну, немножко подбокацию, извините. Девочки, когда тут идут занятия, у нас половина службы на русском языке, псалтирное чтение. Ты поешь, у тебя уважение все. Я же вижу, куда Калина наклоняется. К какому дубу? К дубовому. Я ни разу с ними не говорил на эту тему, но сегодня в тему вошло. Я сказал, береги себя. Так что, а она за неверующего выйдет еще лучше, за неверующего. Игнатий Иванович, Анфиса за сыродела не выйдет замуж. Она сыродела будет настоящей. А Лиза, она людей любит. Она будет помогать людям. Какие старобрядцы? Старобрядцы. Старобрядцы? Да. Я сказал, я же не для спора сказал, а для того, вот отсюда я говорю. Я понял вас. У меня от избытка сердца, говорят, уста. Когда ее нету, я усилию молитву, молюсь, Господи, открой я глаза, куда она идет. Куда? А если бы она такая была где-то общая, другая или что-то, она нигде не участвует. Вопросов в описании в ней нет. Это один из критериев. Ни одного вопроса она за всю жизнь не задала. Они просто все знают. А? Они все знают. И без нас. Еще не понимают. Главное, о себе узнать надо. Ну, это так. Какой ногой шире шагать? Вот, глядите, Игнать Игнатьевич. Вот у Виктора Андреевича у нас есть просто пример. Настя. Она у нас тут молилась, но при любом каком-то случае, она у нас прям молилась постоянно. Да. Но при любом случае, где-то что-то она к старобрядцам всегда. И было уже тогда понятно. Здесь же совершенно... Ну, не противоположная. Она не так старобрядцам, а мать туда пошла. Ну да, да. Она не природная мать, а от обиды ткнуть, чтобы. Игнать Игнатьевич, а здесь вы сами виноваты. Вот говорите про старобрядство, это неплохо, это правильно, да. Но вы сами виноваты, что они не так думают о старобрядцах, как вы им говорите. Почему? Говорю, сейчас скажу вам. Это теорема. Потому что ваш племянник Андрей, Андрей у них, папа Андрей, он ушел от старобрядчества сразу причем. Он сразу раз и сразу пошел в церковь молиться. Сейчас бы он там тоже под дедушкой рядом лазил вместе с Алексеем. Нет, нет, к вам нельзя, к вам нельзя. Он же нормальный, прямой парень, пришел, у него нету второго дна. И то же самое мама у них, Ира. Мама Ира, она не как старобрядка. Она стопроцентная, нормальная, православная. И они-то понимают, кто такие старобрядцы. Они смотрят на дядю Лешу, смотрят там на дедушку. Они понимают, кто такие старобрядцы. Как они мучаются дядя Леша, это он говорит. Она что-то хочет сказать, вы поедите. Андрей говорит, я сразу говорю, отрубил, и все, ко мне претензий не хотите. Так она это все знает. Ну давай говори. А вот это двойственно такое, нечего-то на Леша пашет. Каждое воскресенье и субботу ходят в храм, ходят на занятия, никаких претензий нет. Это хорошо уже, да. Семьей вместе, да? Да, всей семьей, субботу и воскресенье. А, ну если у тебя тоже муж будет старобрядец, вы тоже всей семьей будете ходить, да? И молиться, в принципе. Она еще маленькая, ты чего? Она еще молодая. Маленькая? Да. Молодая. Маленькая, 17 лет. Она молодая. Пресвятая Богородица уже в 14 была беременна. В 15 родила? Да. 14 с половиной. 14 с половиной, да, забеременна. Ну все. А ей уже на три года больше. А то, если я не остановлюсь. Болимся. Как все? Давайте еще раз, пожалуйста. Градимша, смотри. Градимша, смотри. Городицу тебя величаем. Знаете, хочу помолиться. Любящий наш Отец Небесный, мы просим тебя ради Господа нашего Иисуса Христа приношу молитву, хваления и благодарения за все милости, какие ты оказал нам здесь. И о чем мы рассуждали, ты все устрой по воле твоей, святой, и болящим пошли исцеление, и силу все перенести. Сергея, Валерия, Александра, Иллариона, Кирилла, спаси и помилуй. Благодарим тебя за это место, за святую возможность открывать Святую Библию и наслаждаться твоими словесами. Хвала тебе. Сохрани нас всех от безразличия и теплохладности. Тебе, Боже, слава. Тебе хвала, счастье и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыши нашу молитву и прими воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Любящий Отец Небесный, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Дивный наш Господь, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Богу слава. Прости Христа. Субтитры создавал DimaTorzok